Папа, почему такие они грустные? Да, грустные немного. Давай я сейчас их развеселю. Нет, наверное, дело не в этом. А им, наверное, холодно и кушать они хотят. Да? Да, пойдем им кормушку сделаем. Пошли. Как вы думаете, ребята, какие кормушки бывают? Я-я-я, вы про меня забыли. Ты здесь? Да. Привет. Привет, Сень. Привет, Камила. Привет. Я вам сейчас расскажу про кормушки, какие они бывают. Смотри внимательно. Зимой птицам очень трудно достать корм. И люди для этого придумали кормушки, поэтому они так и называются. Кормушки. Кормушки бывают разные. Деревянные, железные. Их даже можно сделать из обычной бутылки или коробки из-под молока. Главное, не забывать подсыпать туда корм. Мы с вами сейчас смастерим самую-самую простую кормушку, которую сможет сделать любой-любой человек. Смотрите. Берем пластиковую канистру. Необходимый нам инструмент. Это маркер и ножик. Опять же, дети, мы делаем только со взрослыми, потому что это острый предмет. Хорошо? Итак, нам нужно начертить вход для птичек. Или куда мы еще будем насыпать им зернышки. Смотри, Камил, мы здесь отступаем от края для того, чтобы, когда мы насыпали сюда зернышко, чтобы оно не высыпалось. Отрезать мы будем отсюда и вот сюда. Сделаем небольшую крышу, чтобы туда водичка не заливалась. Смотрите, ребята, у нас получилось два входа с одной и со второй стороны. Вот. Здесь и здесь. И у нас получилось здесь крыша. Чтоб водичка не затекала внутрь. А теперь то же самое проделаем только с другой стороны. С двух сторон у нас два входа. Ну что, Буська, пойдем теперь за кормом? Пошли! Там много людей! Вон! Мы возьмем кормушку на дерево, но местные птички, городские, они не привыкли к кормушкам. И нам пришлось ее снять и поставить на землю. Ну и там тоже как-то они с опаской к ней подходили Не знаю, может быть были до этого как-то напуганы Спустя какое-то время они все-таки додумали, что можно ездить оттуда А это за банку клюет, смотри, не понимает Ура, наша миссия удалась Субтитры сделал DimaTorzok